Глава девятая. Шахматы. Спектра потеряла счет времени. Догадывалась только, что прошло много дней, наполненных холодом, безызвестностью и невеселыми думами. А еще хотелось надеяться, что тот кошмарный сон не вернется. Больше всего же Спектра страдала от того, что не имела возможности помыться. Две кружки воды в день, что ей приносили, едва хватало, чтобы утолить жажду. Кроме того, очень быстро кристальная пони обнаружила, что она не единственный обитатель гнилой соломы. От осознания собственной нечистоты иногда хотелось плакать. Но радужный рыцарь, стиснув зубы, сдерживалась. Нет уж, такого удовольствия она тюремщикам не доставит. Но все же, когда открылась дверь, кристальная пони даже с каким-то облегчением встала навстречу своим палачам. Но в камеру вошли нестражники. Вернее, они остались снаружи. Два здоровенных ополченца с дубинками на готове. Две единорожки-служанки внесли в камеру огромную, пышащую паром бадью, от которой приятно пахло цветами. В сиянии магии висело также мыло, полотенце и несколько свертков тканей неясного назначения. — Прошу, леди рыцарь, — сказала одна из служанок приятного аквамаринового цвета с яркими оранжевыми глазами. — Полезайте. Мы вас вымоем. — Что? — опешила спектра. — Шериф что, полагает, что это будет пытка для меня? — Какая наглость! — Его милость приглашает вас на ужин, миледи! — сказала другая служанка, светло-серая с желтой гривой. — И высказал пожелание, чтобы вы выглядели подобающе. Спектра открыла был рот для гневной отповеди, но живот издал отчетливое бурчание, и идея перекусить чем-то кроме тюремной баллады не показалась отталкивающей, скорее наоборот. Да и окунуться в горячую воду было дискордовски-соблазнительно. Зеркала здесь, конечно, не было, но не составляло труда представить, на что стала похожа кобылица после нескольких дней с сырой, грязной и холодной камерой. Искушение привести себя в порядок было слишком велико. Да и воплощать в жизнь задуманное при сдаче лучше на сытый жилдок. — Хорошо, — сказала кристальная пони. — Сыграем в это. В сиянье магии взлетело несколько щеток и пузырьков. Первым делом спектру обмазали чем-то едко пахнущим, отчего шкурку слегка защипало. Но вопрос кристальной пони серой единошкой пояснила, что это должно выгнать из шерстки всех тюремных паразитов. Дальше было ароматное мыло, обливание свежей водой и огромное пушистое полотенце. В вонючей тюремной камере все это смотрелось просто дико. Кроме того, два скалящихся жеребца у входа нагло таращились на весь процесс. И спектре хотелось запустить в них что-нибудь тяжелое. Или, по крайней мере, как следует, отлегать обоих. Могли бы просто отвезти в баню. Проворчала кристальная пони по шкурке, которой впервые за много дней прогуляли щетки. Или это тоже приказ шерифа? Все верно, леди рыцарь. Снова отозвалась светло-серая единорожка с немного раскосыми глазами. Это приказ его милости, который он не соизволил объяснить. Спектр решила больше не спрашивать и просто получать удовольствие от горячей воды и душистого аромата. На свет появился набор для создания причесок и аккуратно свернутое платье. На вопросительный взгляд кристальной пони служанки только пожали плечами. Дескать, все происходящее не их идея. Красное с белым одеянием, удерживаемое на спине декоративным седлом, дополняли белые желаковые накопытники. Длинная юбка спадала чуть ли не до самой земли, и Спектре подумалось, что после даже легкой прогулки по подземелью, все это великолепие превратится в грязную тряпку. Любовно сделанные еще крошкой шейдом радужные косички, были уже безжалостно расчесаны и вымыты дочисто. Когда же гриву заплели в сложную прическу, Спектр стала чувствовать себя совсем неловко. И дело было вовсе не в светском виде. В прошлой жизни она состояла на службе во дворце, и даже была обучена этикету на случай, если придется выполнять обязанности фрейлины Морнинга Шейда. Как бы ни изменились времена, формально телохранители все еще являлись табуном принца. Не то чтобы серебристый единорог когда-либо пользовался этим правом, но любая кобылица из гвардии была готова к такому, и по службе, и духовно. Спектр просто не понимала, что за игру затеял шериф, и не скажется ли это на ее планах. Хотя сейчас вроде как все складывалось положительно. Ужин наедине с главой Троттингема выглядел идеальным предисловием к его затеянному похищению. Когда же сам шериф окажется в копытах народных бойцов, изменить расклад сил уже не составит труда. И не понадобится генеральное сражение, в котором пони могут серьезно поранить, а то и убить друг друга. Единорожки закончили, и Спектра испытала к ним чувство глубокой благодарности. Винить их было в чем-то смысла не было, они всего лишь исполняли волю шерифа. Но, положа копыта на сердце, Спектра была рада покинуть грязную холодную камеру после горячей ванны. Двое земнопони из городского ополчения, что ждали за дверью, слегка стиснув Спектру боками, приподняли ее над полом и быстро понесли наверх. От яркого света, вырывающегося через широкие окна, кристальная пони сощурилась. Глаза привыкли к полумраку камеры. Когда же Спектра немного освоилась со своим зрением, а под копытами оказался мягкий ковер надземных помещений замка, земнопони отпустили ее и неспешно пошли рядом. Стало понятно, что пленницу ведут во внутренний покой. Спектра мельком увидела вход в центральный зал и лестницу, ведущую в кабинет шерифа. Но в этот раз ее привели не туда, а в просторные покои, заставленные предметами старины и довольно богато декорированные. Создавалось впечатление, что роскошь со всего замка свели сюда и придали хотя бы одному помещению убранство дворца. «Добрый вечер, леди рыцарь!» — поприветствовал Пегас вошедшую Спектру. Конвейеры остались снаружи и плотно закрыли дверь, прямо за хвостом кристальной пони. «Кому и добрая ваша милость!» — ровным голосом отозвалась та, окинув взглядом комнату. Шериф сидел за столом и был одет так, будто собирался не на допрос, а на светский раут. На спину спадал нарядный плащ, золотой застежка в виде эквестрийского солнца и специальными вырезами для крыльев. Грива была уложена в щегольскую прическу, а на перевязи висел короткий, пригодный для боя в помещении, клинок. В такие моменты Спектра Блоссом жалела, что не обладает телекинезом единорогов и оликорном, чего стоило всего лишь выхватить магии меч шерифа, чтобы роли моментально поменялись. Ноздрей коснулся аромат овощей и фруктов, чем вызвал несолидное обурчание в животе имперского гвардейца. Шериф усмехнулся и сделал приглашающий жест. Спектра уселась на подушку рядом с низким столом и изо всех сил, стараясь не слишком спешить, отдала должное прекрасному овощному рагу, свежему хлебу, отварному сену со специями и цветочным соусом, а также нежнейшему фруктовому салату. Живота сдал довольное обурчание, когда в него впервые за много дней попала нормальная еда. Визави ел куда скромнее и только приложился к высокому бокалу с терпким вином. «Наверное, гадаете, леди рыцарь, почему я вас пригласил?» — спросил Пегас. Спектра, проживав очередной кусок, светски кивнула, но ничем не выдала своего любопытства, по крайней мере, внешне. Шериф, прекрасно все это видя, сказал, указав на небольшой столик у стены. «Леди Спектра, я предлагаю вам партию в шахматы». Шериф был готов, что рыцарь далекой страны заявит о своем неумении, но во взгляде аметистовых глаз не мелькнула даже намека на неуверенность. «Охот на вашу милость!» — подала голос Спектра, принявшая правила игры. Экзотическое развлечение далеко к Эмилу пришло в Эквестрию не столь давно, тем более в такое захолустье, как Троттингем. Шериф не мог знать, что Спектра, вхожая во дворец принца Морнинга Шейда, была прекрасно осведомлена об игре. Первая партия окончилась разгромом Шерифа на восемнадцатом ходу. Не ожидавший подобного сопротивления Пегас, попросту зевнул ключевую фигуру. После этого Спектра перешла в решительную атаку, не дав противнику ни малейшего шанса перегруппироваться. «Еще партию, миледи!» — осознился Пегас. «С удовольствием, ваша милость!» — улыбнулась рыцарь. «А то все кончилось слишком быстро!» Шериф про себя скрипнул зубами, но проглотил обиду. «Ничего. Теперь-то он ей покажет». Вторую партию он действовал более осторожно. Но едва Спектра перешла в наступление, не стал сосредотачиваться на обороне, а нанес решающий удар группой сильных фигур. Радужный рыцарь была в шаге от того, чтобы поставить Шерифу мат, но тот успел первым, опередив кристальную пони буквально на ход. На мордочке имперского гвардейца не дрогнул ни один мускул. «Это было гораздо интереснее», — заявила она. «Полагаю, у нас впереди решающая партия», — осознился Шериф, крылом сгребая фигуры с доски. «Все непременно», — с достоинством кивнула Радужный рыцарь. Шериф почувствовал, как по телу разливается радостное возбуждение. «Наконец-то достойный противник!» «Во всем!» «Изловить ту, что сделала из шайки дорожных хулиганов реальный рейнджерский отряд, и поднять на открытый мятеж крестьян земнопо не стоило немалых трудов. И то попалась рыцарь скорее вопреки усилиям помощников, чем благодаря простейшая уловка с заложниками и вуаля, благородное сердце в ловушке. В принципе, арестовывать всех крестьян из западных деревень не было острой необходимостью. Но цель оправдывала средства. Лучше, чем заполучить Радужного рыцаря, было только накрыть всю шайку целиком. «О, если бы она была на моей стороне!» — думал шериф. «О таком капитане ополчения я могу только мечтать. Умная, сильная и, что немаловажно, просто прекрасная. А как ей идет это платье!» Пегас почувствовал, что крылья сделали попытку самопроизвольно раскрыться при мысли о леди-рыцаре, полностью покорной его воле. Во всем. Конечно, пришлось бы изменить своему принципу о недопустимости личных отношений на службе, но кристальная пони была настолько сильна и прекрасна, что искушение заполучить ее и как воина, и как символ, и как кобылицу было слишком велико. «Начнем?» — спросил этим временем спектра, уже расставившая фигуры на исходной позиции. «О да!» — улыбнулся шериф, делая новый ход. Силы с обеих сторон почти иссякли. Немногочисленные фигуры кружили словно в разбитом на ходы вальсе, периодически делая выпады в одиноко возвышавшихся по обе стороны доски королей. «Но ни у белых, ни у черных не осталось сил для решающего удара». «Мне сдается, это ничья, ваша милость», — заметил спектра Блоссом, когда кончился тридцатый ход кружения фигур. «Пожалуй, я склонен согласиться», — проговорил шериф, которого начало порядком раздражать вся эта возня на доске. «Думаю, что каждому из нас следует признать, что он встретил равного противника, ваша милость», — сказала кристальная пони. Шериф встретился с ней глазами. Два аметистовых озера рыцаря смотрели спокойно, но намек в голосе был более чем ясен. «Вы все еще в моей власти», — напомнил шериф. «Не забывайте этого, миледи». «Не на минуту, ваша милость». Губы спектра тронула улыбка. «Однако вечереет». «Не окажете ли честь проводить меня в камеру?» «У меня есть другие намерения, миледи». Шериф встал за стола и слегка поклонился. Спектре понадобилось усилие, чтобы сохранить самообладание. «И какие же...» — холны осведомилась она. Посмотрев шерифу Трутингенскому в глаза, сколезнув взглядом по подрагивающим крыльям, она ожидала чего угодно. Сластолюбивых речей, лести, даже грубых приставаний и угроз. Но даже если Пегаса и обуревали такие мысли, вслух он сказал совершенно иное. «Спектра Блоссома, я предлагаю вам игру на своей стороне. В лучшие шахматы на свете с живыми пони. Партия, призом которой станет благосклонность богини, власть и богатство. Приз, который мы сможем взять вместе». Шериф мысленно отметил, что ему удалось удивить кристальную пони, хотя та изо всех сил старалась не подавать виду. «Вы предлагаете мне такую взятку? Хотите меня перекупить?» «Я бы никогда не предложил гвардейцу Кристальной Империи, рыцарю, ничего подобного. Богини служат не из-за денег, хотя и в них у достойных пони обычно нет нужды. Я предлагаю остаться здесь, в Троттингеме, в качестве моего доверенного капитана». «Кажется, я ясно дала понять, что не разделяю ваши политики, ваша милость. И не особенно верю, что Селестия дала на это санкции». Пегас делал глубокий вдох и скрестил передни ноги на груди. «Кажется, леди рыцарь, вы не осознаете положение, в котором находитесь. Прошу». Спектра, повинуя жесту шерифа, проследовала по коридорам замка. Следом безмолвно последовали стражники. Она думала, что это тут в путочную камеру, и шериф начнет угрожать, но это предположение оказалось неверным. Их путь закончился в кабинете. «Вы имеете представление о политической экономии, леди Спектра?» – вдруг спросил шериф, хитро прищурив глаза. «А ее специфики для Фронтира?» «Только самое приближенное. Я всего лишь гвардеец, а не чиновник». Глаза шерифа сверкнули. «Тогда», – сказал он в раз похолодевшим голосом, «позвольте мне обрисовать ситуацию». «Ситуацию?» Пегас хлопнул копытом по стопке бумаг. «Наблюдение, аналитика, экономика и военная организация, внутренние и внешние угрозы. Имеете ли вы представление, насколько все взаимосвязано?» «Приблизительно. Как и в любом государстве. Сами понимаете, ваша милость, гвардейцев учат не этому». Голос шерифа отвердел. «Я хочу знать, что заставило вас связаться с этим лесным отребьем», – сказал шериф, усевшись за стол. «Вы, благородная леди, это видно. Но подумайте, чем вы занимаетесь!» Спектра внутренне насторожилась. «Раз речь пошла о мотивации, значит, шериф не просто хочет показательно вздернуть одну из лидеров-мятежников. И это радовало. И то, что они сейчас были наедине, тоже хорошо». «Категорическое несогласие с вашей политикой правосудия», – осторожно ответила она, переступив на месте. «Пони не убивают пони». Спектра заметила, как на морде шерифа заиграли жилваки. «Кто дал вам право оценивать действия благословенной богини власти?» Процедил он. «Вам, чужеземки, понятия не имеющие о том, каково это, жить в постоянной опасности нападения?» «Очень даже имеющий», – перебила Спектра блоссом. «Кристальную империю окружают льды, полняющиеся снежными чудовищами». «В таком случае имеете ли вы представление, леди рыцарь, насколько подрываете безопасность на фронтире своими действиями?» Спектра усмехнулась. «На это и было что возразить. Ваша милость, сколько я не общалась с деревенскими жителями, я ни разу не встречала упоминаний о нападениях монстров, за исключением некой манифестации голодного леса. Она осеклась, увидев, как изменилось выражение на морде собеседника. «Что вам известно о манифестации леди Спектра?» – нахмурившись, спросил шериф. «Только то, что это было нашествие лесных чудовищ». «О нет, это было не просто нашествие лесных чудовищ. Аккурат перед войной, сестер!» «Простите, что перебиваю, но не могли бы вы объяснить мне подподробнее, что за война сестер, о которой все говорят?» – спросила Спектр. «Что могли не поделить ликорны?» Шериф какое-то время молчал, обдумывая в ответ. «Вы ничего не знаете. Найт Мирмун, Долгая ночь, война сестер!» – наконец спросил он. «Падение Кристальной Империи, наконец!» Зеркальные уши встали торчком. «Падение?» – спросила она. И голос с первого раза сегодня дрогнул. «Прошу, объясните!» На морду шерифа вернулось выражение уверенности. «Подумать только! Откуда вы свалились, Спектра Блосса?» Кристальная Пуни вдруг вскинула взгляд. В светло-фиолетовых, словно аметистовых глазах горел плохо сдерживаемый гнев. «Я всего лишь хотела сходить за цветком снежной радуги», сказала Пуни и даже сделала шаг вперед. «Ушла я из метрополии на пару дней, а когда вернулась, на ее месте был занесен и снегом кратер. Я четырежды чуть не погибла, добираясь до обжитых земель. И знаете, что я думал? Ваша ненаглядная Селестия сделала это. Никому другому подобное просто не под силу. А теперь я прошу объяснить, что я должна чувствовать и что делать, как поклявшись защищать народ гвардеец, видя, что именем солнечной богини собираются убивать Пуни. И, к слову, это вполне вписывается в версию вины Селестии в том страшном преступлении против моей родины». В каком-нибудь мыльном кобыльем романе героиня сейчас выпустила злую горькую слезу. Но спектр не чувствовал желания расплакаться. Наоборот, как будто всплыли на поверхность все обиды и горести последнего времени, загнав слезы куда-то глубоко внутрь. Шериф пристально посмотрел на собеседницу. «Я лишь скромный служащий ее высочества», — сказал он. «И не мне оценивать и тем более осуждать ее действия. Да, Кристальная Империя была повернута божественными сестрами пять лет тому назад и не спрашивайте, почему. Я не знаю. Видимо, существовала угроза». Спектра мысленно задала себе вопрос, почему все еще стоит и слушает, вместо того, чтобы начать пинать копытами кое-чей облегченный местечковой властью круп. Пегас выразительно приподнял бровь, но Радужный Рыцарь уже совладел с собой. «А вы, я вижу, одобряете подобную политику?» Шериф Театральный развел копытами. Манифестация показала, что ничего нельзя пускать на самотек. Из-за беспечности, беспорядочного расселения и дезорганизации погибли пони. Слишком много пони! Несколько деревень прекратили свое существование. Целые толпы жеребят осиротели. А точное число жертв до сих пор не подсчитано. «Почему Луна вдруг восстала на сестру?» Спросила Спектр. «И что с моим домом?» «Я уверена, что не прошло и недели до моего появления в Эквестере с последнего дружеского визита принцесс. А вы, да и Робин Хофф, говорили мне, что прошло пять лет. Как такое вообще возможно?» Пегас по-прежнему сохранял самообладание. Он сделал мне определенно жесткопытом и сказал. «Это действительно было пять лет назад. Где были вы, леди, я не имею ни малейшего понятия. И подробности, предпосылок и причин войны сестер мне тоже неизвестны, так как я уже нес службу здесь. Но если вкратце, принцесса ночи отправилась вслед за Кристальной Империей вместе со своим нечестивым народом. И ночное светило теперь является безмолвным напоминанием, что бывает с теми, кто идет против воли солнечной богини. Так что простые пони должны быть благодарны ополчению и гвардии, что те защищают их каждый день от опасности внешнего мира. И политика фронтира, что я вынужден вести во избежание и повторение трагедии манифестации, это необходимость, а не моя прихоть. Именно поэтому я предлагаю вам, леди, игру на своей стороне. Слишком многое стоит на кону, чтобы распалять силы. Еще и на этот глупый мятеж! Спектра усмехнулась. И вы предлагаете мне сотрудничать с властью тех, кто уничтожил мою страну. Она делано удивленно подняла бровь. Она была наслышана, что зачастую облегченные властью пони могли перегибать палку, но никогда бы не подумала, что столкнется с этим сама. Принц Морнинг никогда не забывал свой долг. И уж тем более никогда не пытался прикрывать непопулярные шаги эфмерной необходимостью, всегда беря на себя ответственность за них. Той, — поправила шериф, — это новая эра с спектраблоссом. Эра солнечной пони, принцессы Селестии, единовластной правительницы. В вашей империи больше нет, это верно. Но я хотел предложить сотрудничество не только поэтому. Кристальная пони впервые за беседу позволила себе явное недоумение. Я не понимаю, ваша милость. Пегас подошел вплотную. Посмотрим правде в глаза, ваша вина столь очевидна, что по закону фронтира я должен был вздернуть вас еще неделю тому назад. Прошло всего семь дней или около того. Отметила про себя спектра, внешне оставаясь невозмутимой. А мне показалось, что целый месяц. Ну что ж, по крайней мере, Робину и остальным удалось уйти. Иначе шериф бы не распинался тут передо мной. Отлично. Шериф тем временем увлеченно продолжал, даже начал ходить взад-вперед, расправив от волнения крылья. Подходит время решительных мер. И ваша судьба, Леди, спектра, напрямую зависит от вашего же решения. Решение? Шериф вдруг резко развернулся и придвинулся вплотную. Так что кристальная пони фыркнула от неожиданности. Будь моей спектра, Блоссом, проговорил Пегас. С первого дня, когда я увидел твою силу, ум и красоту, я не нахожу себе покоя. Страшным ударом было для меня то, что ты примкнула к этому отребью из леса и ради чего. Я предлагаю тебе всю новую службу и новую жизнь рядом со мной, в свете самой Селестии. Спектр от такой перемены тона, невольно сделав шаг назад, чуть не оступилась на подоле платья и резко ответила. Нет, я же сказала, что не встану на сторону палачей и убийц. Пегас продолжил наступать, говоря. — Смотри, что ты сделала со мной, безупречным слугой ее высочества! Я пренебрегаю долгом, чтобы дать шанс тебе, похитивши мое сердце! — Ваша милость, я предупреждаю! Начала была спектра, но Пегас не слушал. Больше двухсот мятежников-крестьян сейчас находятся в тюрьме в ожидании своей участи. Я отпущу всех, если ты радужный рыцарь. Лично призовешь их не бунтовать против законной власти и выдать Робина Хуфа. Ты принесешь присягу и вступишь в гвардию Контерлота! Спектра, почувствовав крупом стену, сделала то единственное, что только и может сделать, загнанное в угол благородной реди. Влепила шерифу смачную оплеуху. Одновременно с этим тяжелая дверь открылась, и на пороге появился Алоиз фон Федершверт, собственной персоной. Судя по взгляду, который Грифон бросил сперва на кристальную пони, затем на потирающего морду шерифа, он все понял без слов. Пегас тем временем процедил сквозь зубы. Завтра истекает срок взыскания долга и пени по налогам, после чего, клянусь Селестии, я вздерну всех. И тебя во главе с ними, если не согласишься. Спектр только усмехнулась, а от двери раздался голос Алоиза. — Ваша милость, Лайтинг Лайнс дезертировал. — Что?! Он, с частью своих бойцов, явился к замку час назад и освободил заключенных. Не всех, а только тех должников, ну вы помните. Никто из ополчений не решился ему возражать. И сейчас они уже далеко. Кто мог, ускакал на своих четырех, а пегасы унесли на себе слабых и жеребят. К слову, они для этого угнали с пяток повозок, направились к шорлотскому лесу. Усмешка кристальной пони превратилась в торжествующую улыбку, а шериф Трутингемский сорвался на крик. — Я окружен идиотами! Дармоеды-сеноголовые! Вам только покажи бутылку, деньги да задранный хвост! Пегас издал сдавленный рык. — Ах, они разрушили мою тюрьму! Надругались над моим законом! — Тюрьма не разрушена, — поморшился Алоиз. Ополченцы сдали замок без боя. У спектора вырвался издевательский смешок, и шериф снова обратил на нее внимание. — Увести! — Куда? — не понял Грифон. — Обратно в камеру, прямо в платье? — Да, дискорд, побери! — закричал на него представитель контрлотской власти. — Прямо в платье, тупица! — Идиоты, поднимай по тревоге оставшуюся гвардию и ополчение! — Всех поймать и вздернуть на месте! Алоиз отошел от двери и сделал жест передней лапой. Двое земнопони-ополченцев вошли и, зажав спектру, боками вышли вон. Шериф же проговорил, уже никому в отдельности не обращаясь, но его успели услышать все. — Если понадобится, я буду вешать крестьян через одного. Бунт на фронтире неприемлем! Алоиз фон Федершверт молча поклонился. Ему политика шерифа нравилась. Она так напоминала ему родную империю, что просто ностальгия брала. Может, дядя был не так уж и не прав, направляя непутевого племянника в королевство пони? Дождавшись, когда конвоиры оттащат ее от внутренних покоев достаточно далеко, спектра резко выдохнула и в следующий миг почувствовал под копытами твердый пол. Ополченцы не успели ничего сделать, когда их головы с громким звоном шлемов столкнулись, повинуясь движению копыт спектры Блоссом. Два тяжелых тела с грохотом осели на пол, но, как оказалось, шериф или услышал, или случайно заметил, выйдя из покоев. — Стража! — раздался им в рык с противоположного конца коридора. — Алоиз, взять ее! Откуда-то из бокового коридора послышался тяжелый топот ополченцев. Спектра мысленно выругалась. Поднятая тревога в резиденции шерифа не входила в ее план, а разметать целый отряд с шерифом во главе в узком коридоре было сложно. И как только среагировали так быстро, зло подумала спектра, вспомнив уровень подготовки ополченцев. Взвесив свои шансы, она перепрыгнула через бесчувственных конвоиров и поскакала к двери, ведущей в главный зал замка. Но когда кристальная пони была уже совсем рядом, та распахнулась, явив миру стоящего за ней Робина Хуфа. Тот, казалось, был совершенно неудивлен, увидев спектру. Только блеснула на мордочке неизменная улыбка. — Благородный рыцарь явился на зов отчаявшейся кобылки! — провозгласил разбойник, пафосно простерев переднюю ногу. В то же самое время раздался орлиный клёкот. Обернувшись спектра, увидела, как по коридору бурой молнии метнулся этот рыхлый грифон Алоиз, опередивший бегущих следом стражников и самого шерифа, что скакал с расправленными крыльями, но не решался взлететь. Пару секунд, которые понадобились палачу, чтобы преодолеть коридор, ушли на то, чтобы хвостом задрать подол платья и встретить представителя грифонево дворянства коронным ударом двумя копытами в лоб. Парадные накопытники смягчили удар, но грифону хватило. Не издав ни звука, он отлетел обратно и снес бежавшего следом шерифа. Оба живописной кучки свалились на пол, и вскоре к ним присоединилось несколько ополченцев. Остальные успели с руганью затормозить, но коридор был на какое-то время надежно перекрыт. Спектра толкнула восхищенно наблюдавшего за всем этим Робина. — Бежим отсюда, чучело! — Ну я же... — начал был Робин, но Спектра втолкнула его в зал. Вслед понеслись только сдавленные ругательства. Шериф, грязно ругаясь, столкнул с себя обмякшую тушу грифона и пинками отогнал ополченцев, что неуклюже полезли на помощь. Мысленно Пегас пообещал посадить жирного цыпленка на диету и здоровой понячей пищи вроде сена и овощей. В поле зрения нарисовался брутал кик, старшина ополчения. Кауру и земнопони с бордовой гривой удивленно окинул взглядом поле боя. — Ваша милость! — нерешительно начал он. — Ну что еще? — сварливо осведомился шериф, вставая на ноги. Пришел оправдываться из-за сдачи тюрьмы. — Нет, Ваша милость! Наших просто было слишком мало. Но часть гвардии сохранила верность. И ополчение готово! — Поймайте мне Робина Хуфа и Радужного Рыцаря! — процедил шериф. — Живыми или мертвыми. — Бросьте на это всю оставшуюся гвардию, но не дайте ему идти, ясно? — Да, Ваш милость! Не сдавая вопросов, кинул земнопони и быстро ускакал вниз по лестнице. — Шериф тряхнул головой и улыбнулся. — Все же отличной идеей было амнистировать всякий сброд и сделать из него костяк ополчения. Когда солдату нечего терять, он куда лучше справляется со своими обязанностями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова